Готовим с ЧВВ В казане, очень плов вкусный, приготовленный в казане, на воздухе, на костре, это вообще замечательно Но у нас нет казана, будем готовить в небольшом чугунном, скажем так, таком вот мини-казанчике назовем его так Какие способы приготовления плова существуют? Самый простой способ, который большинство народа используют, это берется мясо, жарится, добавляется там морковь, лук, потом высыпается сухой рис и заливается все это водой Это один способ Второй способ, который мне как-то подсказал один мой хороший знакомый Отваривается мясо и уже это мясо потом, отварившись, поджаривается, также с морковочкой, с лучком засыпается рис И бульоном, в котором отваривалось мясо, заправляется рис Ну и в некоторых случаях туда можно еще сверху так в конце уже добавить чесночок Чтобы он не сильно развалился, а дал аромат, соответственно Но я решил эти два способа совместить У меня вот мясо, которое я буду использовать, это будет свинина Я отвариваю свининку, вот она уже у нас Пошел первый бульончик Также, когда свининка у нас отварится, я этим бульончиком потом заправлю мясо Но половину свининки, ребрышек, грудинки, грудиночки Я частично обжарю и частично добавлю туда отварное мясо То есть получится два совмещенных способа Но в процессе я вам все покажу А пока что у нас варится свининка Еще важная особенность во время варки Если вы хотите, чтобы мясо дало свой сок Получился хороший, наваристый бульончик То солить его сразу, с первого раза не надо Иначе соль скрепит мясо И бульон будет менее насыщенный Поэтому солите во второй половине варки Это будет полезно, удобно и очень хорошо Ну а вот небольшое количество мяса, которое пойдет в обжарку Тоже грудинка Итак, бульончик у нас сварился Мясо сварилось Обязательно пробуйте бульончик на соль Тогда не придется подсаливать плов Нормально Теперь мы добавляем наше сырое мясо, которое пойдет на обжарку И потом, когда немного обжарится мясо Мы сюда добавим мясо, которое мы отваривали Ну и потом морковь и лук Так, теперь мы добавляем отваренное мясо Ну и потом добавим все остальное Так, теперь мы добавляем морковочку В наше смешанное варено-жареное мясо Я люблю много морковки Чтобы плов был желчизной И морковка дает очень хороший сок И вкус придает приятный Итак, морковочка у нас частично обжарилась Теперь, я думаю, мы сюда можем добавлять лучок Что морковка, что лучок Это все с домашней грядочки Теперь дадим этому немножко потомиться Ну и поджариться, соответственно, дать сок А потом уже добавим все остальное Итак, лучок у нас уже подтомился, поджарился, да, дал сок Теперь у нас нужно добавить сюда рис И залить все бульоном, который у нас получился от варки мяса К сожалению, рис у меня есть только в пакетиках И мне нужно прикинуть примерный объем Я сейчас буду вскрывать и высыпать Сколько пакетиков мне потребуется на мой казанчик Итак, я воспользовался четырьмя пакетиками И в принципе, я думаю, что сильно много риса не надо Пусть будет как бы пропорция 50 на 50 Так будет вкуснее И рис будет вкусный И, соответственно, и мясо даст хороший сок Теперь я беру бульон Бульончик И заливаю рис Заливаю где-то примерно еще на сантиметр выше уровня риса Теперь накрываю крышкой И довожу плов до нормальной кондиции Когда его можно будет уже кушать Ну вот, наш плов почти готов Добавляем чесночок Аккуратненько Аккуратненько Можно и так, ничего страшного И сюда Выключаем плитку Закрываем крышечкой И все Минут через 10 Можно кушать Ну, вот что у нас и получилось Всем приятного аппетита Вуаля Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому